В минувшие выходные культмассы учреждений трудились при введенных на те дни ограничениях, по которым работали театры и концертные залы. Горожане посещали любимые спектакли и концерты уважаемых исполнителей по заранее купольным билетам. Горожаны гостей столицы развлекали театральные группы, а также Эмин и фолк-рок группа Мельница, которая уже знает, что произошло, например, в тех городах, где QR-коды ввели раньше, чем в Татарстане, а это, например, и Жевск, и Уфа. Зрители получали свои порции удовольствия за собственные деньги, по сути, новые ограничения не коснутся. Ни театр имени Голескара Камала, театр Куколы Хият, Качаловский, большой концертный зал имени Сайдашева или зал Татгосфилармонии имени Тукая, где рассадка зрителей в 50% уже соблюдается. Об этом вышеназванные коллективы сообщили на своих страницах и сайтах с пометкой, что QR-коды здесь не требуются. Повышенное внимание уделяется масочному режиму и санации. Итак, мы находимся в музее Горького Шаляпина, и, как видите, все, что нужно в эти драматические дни. Септик, перчатки, бахилы, градусники. Это касается государственных учреждений культуры, куда и входят не вошедшие в приказ сут 7 октября музеи и библиотеки, но соблюдающие меры посещения в 50%. Все познается в сравнении. Об этом мы спросили и приехавшего в Казань шоумена и продюсера Михаила Гладштейна, ныне живущего в столице штата Флорида, Майами, пережившего пандемийный локдаун и приостановку шоу-бизнеса. Последний российский тур по территории Америки был Вера Брежнева. Мы закончили 8 марта, а 9 марта мы были все вместе на концерт. Мы работали как раз Билли Элиш, есть такая певица. И это был последний концерт, после чего было все закрыто. Ну, 20-й год это. В таких штатах, как Флорида, ну, которые отменили даже ношение масок и отменили вплоть до того, что сейчас там даются такие легкие репрессии на людей, которые, как они говорят, набивают панику по коронавирусу. Там вот недавно прошел буквально на днях концерт Ганса Д'Розес и все. Большие концерты, они как шли, так и идут. Впрочем, за всю Америку говорить еще рано. Речь идет лишь об отдельных штатах, где творческая деятельность и проведение больших мероприятий с участием мировых звезд налаживается. В Америке QR-кодов никогда не было. Вообще не было. То есть никаких СМСов, никаких QR-кодов не было. Маски нужны были, да. Перчатки нужны были, да. Отменяли, закрывали спортзалы, закрывали пляжи. Пожалуй, в самом драматичном положении оказался на сегодняшний день театр оперы и балеты имени Джалили, где на октябрь и ноябрь проданы билеты на оперы и балеты с разрешенной рассадкой в 70%. Что в таком случае делать тем зрителям, которые могут не уложиться в такую цифру, как 50%. Имели мы право идентифицировать QR-код с паспортными данными? Можем ли мы требовать эти паспортные данные? И зрители, которые купили билет за 2-3 месяца у нас, например, да, никто же им не говорил, что они при посещении театра необходимо им будет предъявлять QR-код. Для них это новость, то есть как к этому отнестись. Опасения заместителя директора театра вполне оправданы. Никто не должен страдать из-за жестких ограничений. У нас, например, проданы билеты на 70% это октябрь-ноябрь, а в декабре месяце, естественно, мы еще билеты не продавали. И сейчас мы перейдем на 50% загрузку зрительного зала, никаких QR-кодов не может быть. Ну а вот те билеты, которые они заранее купили зрители, то они просто нужно потерпеть и не прижимать наших зрителей. 70% должно быть только в том случае, если каждый будет предъявлять свой QR-код. Основная посещаемость сегодняшних залов это 50%. Продолжение следует...